За четыре года там с лишним там хорошо будет. Пусть им будет так хорошо. Как и вам? Нет, как мне. Сейчас. Эти кадры мы сделали в декабре прошлого года. Тогда Ленинским районным судом был вынесен приговор бывшим сотрудникам правопорядка Алексею Пустовидову и Кириллу Сорокину. Каждый из них получил по четыре с половиной года колонии общего режима. Впрочем, решение суда садистов в погонах не устроило. И весь этот год, скованный одной цепью, писали письма и требовали апелляции. Сюда обязаны принять и посмотреть, когда татьяну, осмотреть представленный предмет или документ и предключить содержание последнего, составить соответствующий протокол. Времени на подготовку доводов и доказательств у осужденных было предостаточно. К примеру, откуда ни возьмись, на апелляционном заседании появляется новый свидетель, который якобы увидел новостной сюжет с приговором в одной из соцсетей. И ее, как и подсудимых, возмутил приговор. В общем, спустя шесть лет девушка вспомнила все детали того дня и заявила, что потерпевшего видела в день пыток живым и здоровым. И он попросил у нее телефон, чтобы сделать звонок. В общем, защита осужденных приводила массу интересных доводов. В том числе и оспаривала следы насилия на теле потерпевшего Александра Ждана. Впрочем, обвинения были свои веские аргументы и факты. Экспертиза, она по данному уголовному делу была проведена, а заключение экспертов не вызывает никаких сомнений, неясностей, неточностей, каких-либо вопросов. В итоге, после трех часов судебных прений, судьи единогласно пришли к выводу. Приговор обжалованию не подлежит и останется без изменений. Впрочем, честь, я не виновен. Вещь класса обвинения греческого представителя потерпевшего, так сказать, где они указывали на виновность Майю и Сорокина, а полностью опровергается материалами и исследованием в ходе судебного заседания. Напомню, изначально бывшим полицейским грозило до 10 лет лишения свободы. Срок получился значительно меньше. Впрочем, даже такое решение суда уже не вернет здоровье Александру Ждану. Иван Бер, Вадим Доминов. Наше время.